Если лампа успела расколоть, а ему Марковну, нам повезло. Теперь бы лампу расколоть. Нельзя её поощрять. Опасно. Полоть, давай смотреть правде в глаза. У лампы есть дар. Она интуитивно чувствует дорогу. И наш так называемый этот профессионализм меркнет перед её озарениями. Бог как сказал, а? Не можем мы её рисковать, даже если это выгодно для нас. Пойми ты. Иначе мы просто менты. Мы и есть менты. У нас профессия такая. И пока ты тут терзаешься и философствуешь, лампа действует. Вкусные пирожки. Очень вкусные. С картошкой. Вы с мясом взяли, женщина. С картошкой кончились. Зато у вас чай очень вкусный. И сахар в самый раз. Вы кофе пьёте, женщина. Как просили. Без сахара. Крепкий. Академия. Крепкий. Академия. Крепкий. Академия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Там я и увидел Ксюшу. Увидел и понял. Вот оно. Идет симпатичная девочка, и нет ей дела до моих денег. А я бы их все бросил к ее ногам. А Вера вдруг говорит. Это Ксюха. Мы с ней вместе в институт поступали. Только она поступила, а я... Нет. Могу познакомить. Познакомь. Привет. Привет. Знакомьтесь. Это Олег Яковлевич. Это Ксения. Очень приятно. Можно просто, Олег. Вот так мы и познакомились. Я влюбился, как мальчишка, и через три дня сделал Ксюше предложение. Я влюбился, как мальчишка. Спасибо. Оксаночку, возьмите. Очень красиво. Замечательно. Да, мне нравится. Здравствуйте. Быстро. Рисковали. И вовсе не рисковал. Вы же ее не знаете. Чистая, светлая девочка какое-то время не соглашалась ко мне переехать. Стеснялась, представляете. Жила в студенческой общаге и переехала только после свадьбы. Я еще шутил. Спрашивал, может, мне к тебе переехать? Ой, извините. Олег Яковлевич, а когда вы познакомились с Ксенией? Ровно два месяца прошло. Так что я молодожен, правда, жена сбежала. Сбежала? Угу. А когда? Четыре дня назад. Почему? Куда? Не знаю. Куда. Куда молодая и красивая девочка может сбежать от немолодого мужа? К любовнику. Ну, чтобы так говорить, нужно иметь веские основания. После медового месяца она бросила институт. Почему-то уволила домработницу. сказала, что сама со всем справится. А потом начались эти таинственные телефонные звонки. Я подхожу, молчат. Она подходит, что-то шепчет, невозможно разобрать. А однажды вечером... А однажды вечером... не знаю, как нужно себя вести в таких случаях, ругаться, требовать объяснений. Зачем? Бессмысленно. Я просто сказал, что хочу выпить свой кефир и пойти спать. Устал, голова болит. В том пузырьке было мое снотворное. Я попросил Ксюшу сделать мне бутерброд. Сейчас я попробую и берусь в속 saz员. Субтитры создавал DimaTorzok Она вернулась через два часа. Тихо разделась, тихо поплакала в ванной, тихо легла. Я промучился всю ночь. То хотелось обнять ее, то задушить. О чем она тогда думала? Не знаю. На следующий день пошли в театр. Настроение у меня, конечно, было не театральное, но билеты куплены. Но устроить скандал я так и не решился. Я искал Ксению по всему театру. В конце антракта, когда мы возвращались из буфета, она сказала, чтобы я шел в зал, а она зайдет в туалет. Я взял ее сумочку. Все действие я просидел, как на иголках. Спектакль закончился, а Ксюша так и не пришла. Я не знал, что и думать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прочтите. Я ухожу, потому что не смогла сделать подлость. Пожалуйста, не ищи меня. И будь осторожен, знакомясь с девушками. Чаще всего им будут нужны только твои деньги. Очень люблю. Прости меня. Вот видите. Я вижу только то, что никакого счастливого соперника у вас нет. Она ушла не к любовнику. Где это написано? Здесь. Здесь же не написано, что она ушла к другому. Сколько, вы говорите, она отсутствовала? В ночь перед исчезновением. Часа два. Маловато для свидания. Вы не находите? Да откуда я знаю? Я уже давно не бегаю по ночам на свидание. Я вас сейчас вылечу. Олег Яковлевич, пожалуйста, подумайте и скажите точно. Когда от вас ушла Ксения? Сколько дней назад? Четыре дня. Четыре дня прошло. Четыре. А пять дней назад, именно в тот самый вечер, когда Ксения пыталась напоить вас снотворным, убили Веру Зайцеву. Что вы хотите сказать? Два часа для любовного свидания мало, а для убийства достаточно? Господи, если б я знал, куда вы повернете, я вообще ничего не стал бы рассказывать. Я вовсе не хочу обвинить вашу Ксению в убийстве. Просто я еще раз убедилась, что она что-то знает. Поэтому она мне и нужна. И вам тоже, не так ли? Знаете, мне кажется, она запуталась, и ей нужна помощь. Она вас очень любит, но боится навлечь на вас неприятности. Ну, хорошо. Вы меня почти убедили. Почти. Что делать? Как ее искать? Где? Ну, для начала дайте мне ее фотографию. Хотелось бы знать, кого искать. У меня нет. Как, у вас нет фотографий жены? Ну, а свадебные фотографии у вас есть? Были? Ну, были. Море фотографий было. Но с ее исчезновением все пропало. Она их забрала с собой. Или уничтожила. А можно определить по номеру, кто звонил Ксении в ночь, когда она подсыпала вам снотворное? Нет. Да мне это уже приходило в голову. Она стерла номер из памяти. Странно. А вы говорили, что она жила в общежитии. Значит, у нее есть подруги. В каком институте она училась? В экономической академии. А вы знаете, у меня есть адрес общежития. Принести? Да, конечно. Сейчас, 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 сейчас. Ага. А адрес родителей Ксении у вас есть? Ее родители умерли. У нее никого не осталось. Вот. Угу. Пейте, пейте. Ладно. Один адрес есть. Поверьте моему детективному опыту. Найдем мы вашу Ксению. Если найдете жену, получите гонорар. Я еще не решил, сколько, но вы знаете, дороже Ксюши у меня в этой жизни нет никого. Потрясающе. Как же это называется-то? Эм, назовем это бальзам вдохновения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лампа? Лампа, ты в магазин, наверное, в Париж ездила? Зачем в Париж? Везде очереди. Последние 10 лет я что-то очередей не видела. А в последние 10 лет ты по магазинам не ходила. И все-таки Лампа где-то была. Ну, а все вещи мы собрали, а тебе кухню оставили. Я завтра все соберу, не беспокойтесь. А еще Володя звонил, спрашивал, где ты. И что вы сказали? Сказали правду, что ты пошла в магазин и не вернулась. Субтитры сделал DimaTorzok Федор Петрович, здравствуйте. Нет, Федина еще не нашла. Нет, но я уверена, что она-то мне как раз и нужна. Вы знаете, дело в том, что в ночь, когда убили Веру Зайцеву, она отлучалась из дома. А на следующий день вообще сбежала. И с собой еще все фотографии прихватила, ни одной мужа не оставила. Ага. А перед этим ей кто-то звонил. Нет, 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 нет. Не думаю. Но уверена, что она многое знает. Даже, может быть, она знает имя настоящего убийцы. Что? Что-что-что? Не слышу. Нет, она стерла из памяти номер телефона. Ага. Угу. Хорошо. Отойди отсюда. Отойди отсюда. Посуды больше, чем людей. Сегодня упакую все. Оставлю только шесть вилок, шесть ложек и шесть тарелок. Девять! Тебе, что ли, две? Дядя Володя и Костин. А лампы про него забыл совсем. Ламп, мне доктору надо показаться. Я вернусь, помогу тебе. Так, девочки, гулять. Так. Так. Угу. И где же тут общежитие Ксении Ищединой? Так, домой. Домой. Так. Ну что ж, начнем. Стоять! Руки за голову, лбом в стену! Шутка не удалась. Что ж ты дверь не закрываешь? Лампы. Спровоцировала Ярослава. Куда? В карман к себе положи. Не ругайся, я тоже ругаться могу. Ты где вчера была целый день? Может, в засаде сидела? Я перед тобой отчитываться не собираюсь. Зачем пришел? Конечно, пообедать. Мы были у Зайцевой с наследственным экспериментом. Отпустили твоего Бурлевского. Он не убивал. Наглотался клаферина и отключился. Да и потом эксперты определили. Зайцева зарезали правой рукой. А Антон Бурлевский левша. Ну и в каком направлении вашей версии? В направлении Лауры, конечно. У нас есть классный информатор. Некая Марковна. Все про всех в Лауре знает. Вот хотим у нее Ксении Фединой пораспросить. Ксения Федина? А кто это? Не помнишь? Антон Бурлевский? Говорил о ней. Кстати, тебе первый. Нет, не помню. Да? Да. Жалко, а? А мы думали, чего беспокоить тему Марковну? Конечно. Пожилой человек, много работы. Улам поспросим, а? А я-то что? Я ничего не знаю. Я там не работаю. Что ты к ней привязался? О, руки забыл помыть. Вот. Сейчас. Ага. Собачки. Что это с ним? Заработался? Лампа, а где Валя? В больницу уехала. А что? Нет, ничего. Просто так спросил. Извини, Лампуша, но с тобой по-другому нельзя. Это для твоего же блага. Володя, накрылся наш обед. Вызывают. За мной. Дверь закрой. Да. Тарелок придется оставить восемь. От Ярослава в любой момент может уйти жена. Кто это сделал? Вы что, с ума все посходили? Кто? Что? Кто? Если ты имеешь в виду, кто упаковывал посуду, это я. Лампадель, я сейчас тебя убью. Где ты взяла газеты? У тебя на полке, среди картин. Архив. Ты же уничтожила архив. Да. Ну, не ругай Лампу. Ты сам виноват. Кто же хранит архив на полке, среди картин? Я храню архив на полке, среди картин. Ты понимаешь, это самые интересные рекламные проекты. Мне так удобно. Так ведь смотри, ничего же не порвалось. Да ладно тебе, если бы не лампы, ты бы вообще о них и не вспомнил. Уйди отсюда. У-у-у-у-у! У-у-у. У-у-у-у. У-у-у. Нет, Фёдор Петрович, сегодня неудачный день. Мне и сказать-то особо нечего. Мам, скажи ему! Ну вот, сразу жаловаться. Как ты себя чувствуешь, Валечка? Что доктор говорит? Говорит, грудь у меня отличная получилась, как тут и была. А мне вот как будто жмёт. Или вдруг окольнёт. Понятно. Ну вот, на самом интересном месте. В следующий раз, Серёжа, будешь сам вещи упаковывать. Просто ты никогда не работала. И не привыкла уважать чужой труд. Я никогда не работала? То есть то, что я готовлю, стираю, убираю, это не в счёт? А вот ты попробуй целый день у плиты постоять. Что-то ты давно у плиты не стояла. Одними сосисками питаемся. Чем это ты, интересно, занята? Вещи упаковывала. Может, она и правда ничего не знает. Вам кого? Здравствуйте. Это общежитие экономической академии? Ну? А вы не подскажете, девочки, уже пришли занятия? А племянница моя тут живёт, в 401-й. Племянница, паспорт давай. А зачем? Давай, давай, давай. Ефросинья. Ефросинья Андреевна. Из деревни, что ли? Ну, идите. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Я Ксению Федину ищу. Нет здесь никакой Фединой. А где она? Мне сказали, что 401-й. Вот кто сказал, пусть 100 тысяч. И к нам приводить, мы по ней тоже соскучились. Что ж, давайте знакомиться. Майор Романова, главное следственное управление. Вы обедать с нами будете? Ну, если только чаю. Ну, так что с Ксенией Фединой? Месяца где-то два назад, да, девчонки? Угу. Месяца два назад, да. Она как пропала, так и никто её не видел. Её даже из института отчислили. Вы что, не знаете, куда она пропала? Замуж вышла. Ксюха замуж? Кто это ненормальный, что и замуж взял? Почему ненормальный? Очень солидный человек, бизнесмен. Богатый. Как положено. А что же эта скотина мелочная? На наши копейки позарилась, если за богатого собралась, а? Не ожидали от неё такого. Ничего не понимаю. Ксения во что, обворовала? Ничего такого, ничего такого. Ничего такого? Ну да, Ксюха с нами жила. Она хорошая девочка была. Тихая, училась хорошо. А готовила? Из чего угодно могла такую вкуснятину приготовить. Ну вот, а после практики нас всех отпустили домой. А Ксюха здесь осталась. У неё родители умерли. Ей некуда было ехать. Значит, вы все уехали, а она одна осталась в общежитии. Не знаю, может быть, не совсем одна. Может быть, ещё кто-то остался. Можно вас на секундочку? Спасибо за содействие следствию. Всего хорошего. Теперь тётя Зина по всему общежитию развонит, что здесь милиция была. Вы про вахтёршу? Мне развонит. Я ей сказала, что их племянница приехала. Пойди на Москве и пась. Давай под авбит. Ой, ну достали уж. Пойдём. В общем, когда мы через неделю вернулись, ни Ксюхе, ни денег, ни, блин, золотого кулона с топазом. Ну зачем же вы деньги с драгоценностями? Вы общежитие оставляете, когда уезжаете. Да это я оставила, в тайнике. Мне домой нельзя везти, у меня сестра отберёт. Она думает, если я в Москве живу, в золоте купаюсь. Но если вы так уверены, что это Федина, почему вы сразу в милицию не позвоните? И что я им скажу? Золото из тайника украли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok